всем привет сегодня видео будет о том способе работы с растениями которые я часто применяю на канале и о котором выходило видео которое так и называлось хороший метод для сохранения корневой системы если есть для использования этого метода какие-либо показания о определенной орхидеи и под всем видео конечно было очень много комментариев которые тоже таки рассказывали мне и вообще всем зрителям которые анализируют все то что происходит на канале и читают все комментарии рассказывали о том что да ирина действительно это очень хороший способ когда растение не получает никакого стресса и прекрасно развивается в домашних условиях и мы вместе с вами понимаем что усовершенствованный грунт убранный торф стакан это все-таки наше с вами спокойствие и уверенность в том что растение будет расти развиваться в дальнейшем в домашних условиях достаточно хорошо потому что я неоднократно говорила что присутствие торфяного стакана она может быть у орхидеи безусловно есть растение у которых я не удаляю торфяные стаканы если я не могу туда подлезть и если в этом нет целесообразности у меня есть орхидеи которые не претерпевали никаких изменений не в посадке не и где не удалялся торфяной стакан и все у них замечательно все хорошо просто поливы для этих орхидей происходит специфическим образом я их поливаю именно так как необходимо поливать при присутствии торфяного стакана я знаю приблизительно в каком уровне горшочку он располагается и безусловно полива проливом можно замачивать горшок где-то на буквально одну пятую для того чтобы полить посадку и для того чтобы торфяной стакан не взял себя при погружении горшка в воду достаточно большого количества воды потому что все-таки торфяная основа это прекрасная флора то даже знаете как не флора прекрасная основа на которой в том числе и очень хорошо размножаются патогенные грибки и бактерии которые вызывают гниение инфекционные заболевания ну и так далее и под тем видео пришел комментарий написала его ирина ирина я конечно благодарю ирина за ее точку зрения и безусловно я сегодня вам знаете вот обязательно расскажу и покажу на прекрасных примерах где я усовершенствовала грунт где его совершенно не трогала и в каких случаях это нужно делать а в каких это совершенно не нужно делать потому что это будет нецелесообразным ирина написала девочки пожалуйста будьте аккуратнее с этими с этим высыпанием грунта и выковыриванием торфяного стакана орхидея находилась в горшке с этим страшным грунтом здесь есть просто ошибки в комментарии не менее двух лет хорошо себя чувствует растет и цветет очень часто орхидеи болеют и даже погибают от такой нашей активной заботы пожалуйста дайте орхидеи привыкнуть к вам вашему дому вашему уходу просто полейте бережно учитывая что внутри торфстакан абсолютно согласна и на канале конечно индивидуально показывается работа в конкретном случае с конкретной орхидеи и с конкретными проявлениями в горшке но ведь жила же орхидея как-то с ним не один год и не погибла давайте не забывать о том что именно так посадил орхидеи так называемый садовник вырастивший тысячу прекрасных орхидей что это профессионал а мы с вами все-таки только любители безусловно да когда мы говорим о профессионалах которые отвечают за качество своих растений которые поступают на рынок сбыта безусловно мы можем сказать если это качественное растение о том что садовник позаботился и конечно же что это очень ответственный продавец орхидей да тот кто выращивает и продает дальше распространителем но вы знаете сейчас орхидеи у нас находятся выращиваются это очень популярный цветок который имеет очень широкую востребовательность его покупает орхидеи любят приобретают в коллекции выращивать домашних условиях и безусловно садовники где-то немножко начинают ну не совсем правильно ухаживать за растениями когда потоковые потоковое выращивание орхидей ведет к тому что вот вы пишете ирина да что два года находилась же растения в этом грунте нет не всегда так когда вот крайние покупки моих орхидей где-то ну как ранее в течение двух лет последних это те орхидей которые на горшочке там обозначена именно дата высадки в этот горшок не более года а то может быть даже и после года представляете как на каких стимулирующих подкормках растут эти растения которые пересаживаются в горшок до 12 из предыдущего объема да и за год такими становятся и начинают свисти до двумя-тремя цветоносами это вот я очень часто об этом рассказываю на своем канале потому что применяя какие-то гормональные стимулирующие подкормки я считаю это неестественным путем произрастания растения роста растения и в результате гормональных подкормок у наших орхидей очень часто отсутствуют или слабый иммунитет и садовнику сейчас знаете последнее время очень часто такое происходит что называется лишь бы продать а что будет дальше это никого не интересует а мы вместе с вами начинаем просто плакать на дна над этими растениями которые через месяц просто превращается в какие-то засушенные сухари и тряпки варианте сухих гнилых корней ну и так далее очень часто садовники сейчас стали экономить на грунтах раньше знаете покупая растение я занимаюсь орхидеи с 2009 года я вам могу сказать насколько это были качественные орхидеи насколько это были качественные грунты в которых продавались и росли орхидеи от садовников сейчас мы все чаще видим эконом вариант когда в уровне посадки есть всего лишь 10-15 процентов коры а все остальное это дешевый торф не всегда я могу сказать торф плохо для растений есть сорта которые прекрасно с ним сосуществует в этом грунте они прекрасно растут это сорта который очень влаго любила но к сожалению их немного одним из таких сортов являются орхидеи леодора которая растет у меня в домашних условиях без пересадки практически в стопроцентном составе грунта кокосового волокна кокосовых чипсов для орхидеи леодора это свойственный грунт орхидея будда будда не красный а именно золотой будда либо бронзовый буду у него два названия тоже влаголюбив но опять-таки мой буду домашний не пересажен у меня был убран у него только торф стакан на поверхности буквально сантиметр от шейки чтобы она не соприкасалась с вот этой торфяной губочкой где все-таки очень часто может начинать начаться начать разрастаться патогенная флора и об у буду моего там кора в основном в составе посадки от садовника когда мы вместе с вами например получаем растения сейчас я вам его покажу вот вы знаете вот эту орхидею я вам ее уже показывала я ее купила для того чтобы это орхидея дарвин я ее купила для того чтобы отправить девушки которые у меня просила ее купить но начала шея гнить и я просто не имею права отправлять такие растения себе ее оставила и сейчас я ее уже вылечила вот у в посадке у этой орхидеи посмотрите видите у нее практически стопроцентный торф и на уровне стопроцентного торфа посмотрите 50 процентов корней уже отсутствует несмотря на то что вы знаете что я не любитель поливать орхидеи и что я достаточно выдерживаю времени между поливами для того чтобы особенно вот в таком благоемком грунте мне не увести растения потери корней вот смотрите от садовника орхидея до купленная совершенно недавно уже пропадание 50 процентов корней в торфяной взвесе вот в этой это как правило бывает торфа кокосовая взвесь масса такая вот видите и корневая система вот она уже начала страдать в этой посадке понимаете одновременно я вам могу сказать вот это дарвин орхидея у меня есть орхидея дарвин у которой я частично после после покупки сменила грунт и вы знаете у нее состояние прекрасное почему сменила грунт но мне не совсем понравился поверхностный слой коры у нее у этой орхидеи сильно был засолен поверхностный состав соль как она выражается на коре очень множественные белые такие налеты которые не снимаются не удаляются при намокании они не смываются вот и вот эти соли они дают эффект пропадания корневой системы которая располагается на поверхности соль оседая на корнях она вначале поджигает оболочку корня а потом она начинает просто-напросто и сжигать тут виламин который соприкасается с именно вот этими солевыми коринками которые находятся на поверхности в посадках у наших орхидеевшек вот поэтому у этой орхидеи я частично убрала торфяной стакан и место засоленной коры на поверхности я убрала где-то два сантиметра ее коры в посадке и положила свою кору посмотрите как прекрасно развивается орхидея дарвин с частично измененным грунтом вот сейчас я ее полила вот посмотрите какая прекрасная история кстати после совершенствования грунта у меня две такие орхидеи были куплены в паре потому что планируется групповая посадка сейчас они у меня совершенно недавно отсвели конечно же я планирую сделать для вас шок видео по пересадке групповой пересадки орхидеи дарвину новую систему посадки почему шок видео потому что ну вы видите даже насколько разрослась корневая система орхидея у меня растет посмотрите на циафлоре вот она вот и я вам рассказывала очень эффективный вот этот метод когда внизу под горшком d12 слое внешнего горшка в нижнем уровне у меня располагается циафлора вы знаете она просто сумасшедше влияет на корневую систему и дает такие ростовые процессы все-таки циафлора это такой компонент грунта который имеет в том числе и в своем составе он пропитан до природными специфическими микроэлементами которые благоприятно влияют на роста развития наших орхидей наших растений и при поливах вот постепенно происходит выделение этих микроэлементов и корневая система получает дозировано те необходимые вещества которые ей необходимы для развития поэтому смотрите вот если у орхидеи я принесла много растений но знаете видео придется мне на час снимать но но считаю важным до заметить что конкрет каждое конкретное видео снимается под каждый конкретный случай и если я не вижу целесообразности в изменении грунта частичном изменении грунта я это не делаю никогда посмотрите как у меня растут орхидеи где у меня не изменен частично грунт вот смотрите здесь орхидея покупалась это орхидея сейчас я вам расскажу какая это орхидея это орхидея голубка которые я покупала по моему что-то больше полтора года назад вот в горшке в горшке d12 в торговой сети лента вот и у нее я совершенно не меняла посадку не даже частично я не переворачивала горшок я не доставала торфяной стакан лишь только потому что на момент покупки и дальнейшего нахождения растения у меня дома я видела прекрасные результаты по состоянию корневой системы именно в грунте от садовника единственное что я сделала это вот классика жанра либо циафлора во внешний горшок либо керамзит мелкой фракции как в данном случае и орхидея прекрасно растет и развивает корневую систему и в горшке и в нижнем уровне она уже начала прорастать в уровень керамзита керамзит очень хорошо также блокирует где-то лишнее попадание воды я тоже ее полила буквально вчера но знаете вот когда мне приходит комментарий я естественно собираю растение начинаю снимать для вас видео вот ну вот корешочки посмотрите они вот зелененькие я думаю вы их увидите прекрасно развивается не пересаженная орхидея почему не пересаживала корни были хорошие кора кора в посадке вот когда есть в основной массе 90 процентов коры в посадке от садовника пожалуйста я никогда не буду пересаживать растение и частично усовершенствовать у них грунт даже если я вижу что все хорошо шейкой нет никаких заболеваний повреждения поверхностных корней тем же резактониозом я не буду доставать даже торфяной стакан я знаете бывает такое что корней на поверхности столько что подобраться к торфяному стакану совершенно невозможно на это я скажу мой бог с ним пусть будет но поливы у меня будут при наличии торфяного стакана соответствующими знаете я люблю знаете мне многие говорят ой какой-то подход замороченной то так надо то так надо нет каких-то общих норм яс я всегда говорю вы знаете я человек глубокий ну я я таким себя считаю въедливый вредный и стремящийся к познанию чего-то и к изменениям да если это требует какая-то ситуация показываю вам свои орхидеи и всегда у меня спрашивают ирина но почему они у вас такие почему у них такие корни классные почему у них такие листья классные почему у нас нет потому что у меня их много мне особо за ними ухаживать некогда но если приходит время каждая орхидея получает от меня необходимое внимание и каждая орхидея получает именно те методики работы с ней после покупки подготовив растения дальнейшему содержания у себя в коллекции я знаю что дальше все будет хорошо если я принесу поставлю и буду а как бы не обращать на нее внимание то может случиться что-то не то поэтому если я знаю что я усовершенствовала где-то грунт если в этом был смысл я знаю что там уже отсутствует орфяной стакан я знаю что все там должно быть хорошо то и уже пристального внимания от меня растения просто не получают особую я подошла полила растение посмотрела ага листики хорошие все замечательно и ничего особо дальнейшем я для этих орхидей не делаю потому что я это сделала когда растение пришло ко мне домой вот поэтому адаптации в домашних условиях наших орхидею шик это неотъемлемая часть об адаптации в условиях наших домов квартир я неоднократно на канале говорила особенно для меня это очень такая животрепещущая тема в отношении азиатских орхидеи я никогда их не пересаживаю сразу азиатские орхидеи которые покупаются во мхе в размере 1 и 2 1 и 7 2 с половиной 3 3 с половиной эти орхидеи у меня могут адаптироваться от двух недель но как правило месяц два три полгода если в посадке от садовника азиатского садовника великолепно чувствует себя корневая система и само растение я ничего не делаю лишь только нижние поливы в уровень нижнего слоя мха и намокание стакана после полива до середины вот с нижнего уровня до середины именно так у меня содержится орхидеи которые я покупаю во мхе от азиатских производителей вы знаете и старые вот сейчас я вам посадку показала которую я совершенно не трогала даже торфяной стакан не убирала и вот смотрите совершенно новая свежая покупка этой покупки три недели буквально вот как сейчас выглядит корневая система здесь я не делала ничего никаких переворотов никаких никакого отсыпания грунта извлечения торфяного стакана я не делала почему потому что первое прекрасная корневая система в существующем грунте второе стопроцентное содержание коры в посадке у орхидеи от садовника вот как бы именно то на что нужно обращать внимание если у нас например вот как я вам показала дарвина до кошмар это ужас вот в торфе я вам могу сказать знаете вот я анализирую те посадки которые у меня не пересажены и растения растут там 50 процентов коры 50 процентов торфа от садовника там все-таки все равно вот как ты не ухаживая за растением происходит сдвиг экосистемы посадки иногда в отрицательную сторону что может быть первоисточником такого безусловно смена условий содержания когда у нас холодное содержание растений в наши вот такие временные отрезки до бывает что осенью у нас дома холодно весной у нас когда систему отопления отключили а еще холода возвращаются иногда зимние температуры низкие вот тогда начинает царствовать в торфяных посадках грибок лишь только поэтому я всегда приспосабливаю свои растения которые поступают ко мне в коллекцию ко мне домой именно относительно тех осмотров которые я делаю непосредственно на конкретной орхидее посмотрела нужно убрать орфяной стакан и вот этот орфяной взвесь просеять грунт через сито и добавить новую кору я это делаю если это не нужно делать если у растения все хорошо я это делать не буду но поливы будут соответствующие я вам могу показать вот тоже эту орхидейку hidden nature это орхидейка скрытая или спрятавшаяся природа я тоже ее покупала в группе вконтакте по моему это было месяца восемь назад и эту орхидею я тоже не пересаживала я ее покупала вместе с двумя шоколадами и вот посмотрите сейчас корневая система вы не увидите здесь посадка от садовника вот видите она естественно уже покрыта какими каким-то количеством водорослей но корневая система вот в не перетряс в грунте который я не перетрясла она достаточно хорошо себя чувствует смотрите куда на поверхности есть кора которая засолилась и она сейчас начинает действовать на те корешочки которые находятся на поверхности соли при поливах с коры сходит их они находятся в такой концентрации когда попадая на корневую систему они вот эти соли способны поджечь оболочку корня да и поэтому очень часто бывает такое что у тех орхидей которые я не пересаживала от садовника я могу поменять только поверхностный грунт потому что как я вам сказала соли могут пагубно повлиять вот поэтому вы знаете вот я не снимаю видео изменений например в грунте до перетрясание частичного грунта смены частичной коры в посадке да я не снимаю это как побудительной знаете такой вектор мы будем делать так и только так ни в коем случае имеем растение осматриваем его и принимаем решение менять нам посадку не менять нам посадку оставлять так не оставлять так меня частично грунт не меня частично грунт вам подскажет конечно же только ваше растение вот посмотреть еще одна орхидея про которую я тоже могу сказать что я для не для этой орхидеи меняла частично грунт потому что эта орхидея находилась в торговой сети магнит около месяца эту орхидею мне посоветовала прикупить моя подписчица канала с которой мы общаемся живет она у меня в городе вместе со мной вот посмотрите посадка 14 05 20 года купила я ее так сейчас я вам скажу два месяца нас полтора полтора месяца назад то есть вот эта посадка на момент поступления орхидеи до этой посадки всего лишь год от садовника и в этом грунте орхидея находилась всего лишь год они два года да и вот частичная смена грунта вот видите я частично только на половину даже где-то на одну треть изменила ей грунт потому что на поверхности все было не очень хорошо залитая посадка сотрудники магазина конечно поиздевались над этой орхидеи достаточно хорошо поливали они ее помните я вам ее показывала вот вот эти сухие лепестки говорит о том что сюда систематически попадала вода верхний полив через пакет этой орхидеи вот как бы слава богу шея не прогнила что называется а все что было в грунте конечно же это было не очень хорошо частично где-то я там просто чисто механический корешок веламен какой-то могла убрать вот посмотрите видите я не пересаживала эту орхидею только на поверхности вот в уровне одной трети этой посадки я поменяла ей грунт но поменяла его смешала со старым грунтом перетрясла на сити мелкую фракцию выбросила и вот так вот только так я считаю что смогла спасти растение вот если бы я ее оставила в том грунте в котором она росла знаете кто знает что было бы с этой орхидеей поэтому принимаем решение в каждом конкретном индивидуальном случае вот сейчас как показатель смотрите дорощенный цветонос вот пожалуйста полтора месяца назад ко мне орхидея это попало дорощенный цветонос и она распустила все все свои вновь созданные бутончики на уровне новых цветов у нее пожалуйста держится еще и и старые цветочки поэтому применять вам методы усовершенствования грунта не применять пожалуйста как бы решается сами то что делается на канале я показываю с достаточно плотным таком в плотном режиме и где-то мы вместе с вами пересаживаем растения где-то мы вместе с вами орхидеи просто-напросто не трогаем совершенно если все хорошо и все замечательно а где-то просто может быть мы немножко частично поменяем ей усовершенствуем грунт не доставая растения из посадки пожалуйста еще одна даже вот знаете прям хочется хочется показать потому что результаты колоссальнейшие вот это орхидеи которые мне прислала она прислала она гусева с канала орхидс она гусева горхиц и вот посмотрите насколько классно сейчас себе чувствует орхидейку орхидейку мне присылали по-моему в июле месяце 2021 года и на тот момент у нее было значит поражение листьев с этой стороны вот с этой стороны это орхидея с базы камелия которую спасая которые спасали орхидейка спасали всем миром вот и сейчас посмотрите как она себя чувствует у этой орхидеи была изменена частичная система посадки вы видели что я делала здесь видно что есть в уровне посадки и старая кора и кора новая вот видите светлая кора вот она это новая кора у этой орхидеи вот на тот момент не сменив ей систему посадки когда она ко мне приехала не трога не если бы я не трогала растения я не знаю выжила бы она или нет а именно то что частично для этой орхидеи был сменен грунт я считаю что сработала только на ее полное восстановление и благополучие корневая система сумасшедше начала развиваться на этой орхидеи был убран весь солевой состав поверхностного грунта где кора была жуть жутчайшая и вот посмотрите как сейчас развивается и прекрасно себя чувствует орхидея вы не напомните какая она была она была очень слабая эту орхидеи я восстанавливала быстрым восстановлением я ее размещала вышел высокая стеклянная кашпо высокая высокая колба такая была помните и закрывала пластиковой пластиком верхний уровень так она у меня находилась двое суток быстро восстановила тургор в принципе все у нее сложилось замечательно да в посадке какие-то корешочки старые у этой орхидеи пропали но это же совершенно не беда вот смотрите видите на уровне пара павших корней смотрите как развивается корневая система вот так за столь короткий срок поэтому все что мы вместе с вами делаем на канале это все субу сугубо индивидуально в конкретном случае и если это имеет свою целесообразность поэтому работая с нашими орхидеями давайте конечно будем делиться своими наработками своим опытом не будем спорить а будем только созидать и делать нашу жизнь с вами с помощью этих орхидей в том числе и красивой наполненной насыщенной и гармоничной всего вам самого-самого доброго всем пока пока и до новых встреч